Всем привет! Сегодня у нас на канале очередной интересный нож. Нож небольшой, как вы уже можете видеть, по своим размерам. Нож приехал на обзор, скажем так, мне от одного моего подписчика, от человека очень уважаемого, от Дмитрия Дмитриевича. Ему огромное спасибо за то, что есть у меня возможность показать вам этот нож. Нож этот он себе приобрел во Франции на выставке ножевой. И, как мы с вами понимаем, это будет итальянец. Еще и, как всегда, необычные формы. Вот такой вот у нас приятный ножичек. Вы видите, что у него один лайнер. Очень интересное исполнение. Нож, скажем так, не совсем однорукого открывания. Вот такой вот красавчик. Вот. Речь у нас пойдет о ноже. Я специально, я не очень владею французским произношением и его, тем более, чтением. Но вот я сейчас постараюсь вам, давайте вот так, прочитать эту надпись. Ли Тиерс, парк Лауд Дозерми, made in France. Значит, Ли Сиерс, я просто, прошу прощения, английский учил. Поэтому я не знаю, как правильно это читается по-французски. Может быть, кто-то напишет мне транскрипцию. Значит, это бренд, небольшой бренд, который делается во Франции, различные ножи. А вот то, что мы видим Клаудио Дозерми, это ножевой дизайнер. Я посмотрел его работы. Работы очень интересные. Но этот нож не исключение. Значит, давайте посмотрим. Здесь у нас вставочка из дерева. Вот такой вот упорный штифт. Вот такая вот аккуратная накладочка. Если я правильно помню, то в нашем случае это Эбен. Такой вот, скажем, я видел и такой Эбен, и более коричневый, и более черный. Но вот в нашем случае это Эбен. С обратной стороны мы с вами имеем вот такую вот клипсу. Нож такой глухой. Первый раз, когда я взял этот нож в руку, ребят, я вам честно скажу, может быть, кто-то скажет, что это не так, но вот что-то в этом ноже есть. Примерно то же самое, что и в ножах господина Уракова. Вот это вот даже фишка. Если вы посмотрите на клиночек, давайте покажу, то у нас здесь односторонний спуск. Я просто до сих пор не могу прийти в себя после обзора ножа Панчо Вилья. В общем, я ничего пока больших размеров в своей жизни ничего и в руках не держал. Тяжеленный нож, ну, такой своеобразный. Я не буду сейчас о нем говорить, потому что комментариев было много разных. Правда, в основном негативные, но тем не менее. Вот этот нож мне очень понравился. Размеры у него более чем джентльменские. Полная длина ножа 18,6 см. Вес у ножа 56 грамм. На самом деле нож очень легкий. Такой же по весу, как Benchmade 530 Pardew. Отличный тоже нож у меня есть в коллекции. Вот. Клиночек у данного ножа всего 8 см. Форма достаточно резучая. Напомню, что здесь односторонний спуск. Ну и сталька, из которой изготовлен данный клиночек, это немецкая сталь 50 Chrome MOV-15. В общем, порыскал я в своем справочнике на телефоне в андроиде. В принципе, он меня никогда не подводил. И я нашел описание этой стали, как Highly Shock Resistance Tool Steel. Дословно переводится как как бы инструментальная сталь, с очень высокими показателями к, скажем так, шоку. Я не знаю, как правильно перевести там. К ударным, что ли, нагрузкам. На самом деле, там, хрома совсем... Ну, давайте, что говорить. Давайте посмотрим, чтобы не быть голословным. Значит, вот так вот выглядит, кто не видел этот замечательный справочник. И вот, что мы видим здесь с вами. Мы видим, что здесь всего угля у нас с вами всего 0,45, 0,55. Есть у нас и ванадий. Есть у нас совсем-совсем чуть-чуть хрома. И марганец, и молибден, и серая. В общем, ну, в общем, написано вот Highly Shock Resistance Tool. Ну, я так понял, основанный на стали SR-77. С этой стали, к сожалению, тоже не знаком. Поэтому ничего не могу сказать. Но сам нож очень мне понравился своим весом, своей формой. На самом деле, он такой своеобразный, но очень приятной формой. Единственное, что вот из-за того, что здесь один лайнер, допустим, раньше бы я не заморачивался по этому поводу, но теперь, поскольку у меня есть замечательный друг Юра, который левша, то я могу сказать, что мало того, что этот нож совсем не однорукого открывания, что его открывать только двумя руками, он абсолютно не дружелюбен к левшам. Что вот именно из-за того, что тут с этой стороны нету накладки полной, порезаться левой рукой вообще как делать нечего. Но опять же, может быть, так только я думаю, потому что я правша. Вот, нож очень тоненький, я не знаю, миллиметров пять вместе с накладкой, да, я думаю, там, ну, шесть максимум. Что клипса вполне приличная. Единственное, что клипса у нас вот такая достаточно высокая, но при этом вполне нож можно носить. Наверное, удобнее всего во внутреннем кармане пиджака, я думаю, или там какой-то легкой куртки. Вот. Прошу прощения, поздно сегодня день. Тяжелый был, устал, поэтому зеваю. Прошу прощения, вот такой совсем простенький кожаный чехольчик. Не знаю я, у Юры есть Сибенза кастомная. Ну, не знаю, ему нравится чехольчик такой, и я что-то вот как-то к ним совсем успокоен. Я бы, наверное, все-таки носил это на клипсе. Ну, в общем, вот такой вот интересный ножичек, такой француз. Вот. Дмитрию Дмитриевичу огромное спасибо за то, что предоставил данный нож на обзор. Кстати, хочу сказать, что нож, в принципе, совсем недорогой, и он там, по-моему, в пределах 60 евро стоит в Европе. Вот. Тем не менее, вещь достаточно необычная, не такая распространенная. Исполняв качественных материалов. Давайте еще раз я вам попробую показать название. Клаудио Дозерми. Ноживой дизайнер. И видим мы с вами клеймо. Поэтому вот такой вот интересный небольшой ножичек, такой легенький обзорец. Поэтому всем спасибо. Пока. Всем привет. Буквально вчера я вечером снимал на Ночегляде такой превью, такой небольшой обзорчик по вот этому замечательному, интересному французскому ножу, который приехал с выставки. И когда я сегодня, ну, отсняв этот замечательный нож и решил отдать его хозяину, то я на самом деле, видимо, неправильно понял вчера человека. Оказалось, что это мой подарок, приехавший с Франции, который везся специально мне. Мне безумно приятно, что мне подарили такую классную штуку. На самом деле вещь очень интересная. Я буквально в предыдущем для вас, а для меня во вчерашнем обзоре рассказывал то, что очень интересный такой нож из достаточно интересной стали, хоть и обычной. Но оказалось, что реально это мой подарок. Я остался им очень доволен. Ну и поскольку день сегодня был совсем непростой и был вот такой замечательный, скажем так, подарок для меня, то и, соответственно, и душа просит праздника. Поэтому решил я купить сегодня вот такой вот небольшой кусочек копченой лошадки. И вот хочу попробовать порезать вот этим ножом, потому что нож заточен очень неплохо. Ну и хоть это, скажем так, может быть не сильно стандартная задача для такого джентльменского фолдера, но хотя с другой стороны, я думаю, что это наибольшая такая, скажем, вероятность тех задач, которые мы с вами, как это многие называют диванами-выживальщиками, пробуем. Ну, давайте так. Сейчас мы это дело аккуратно попробуем нарезать. Нож со спусками, я вам говорил уже, от обуха проходит лошадку копченую просто вот великолепно. Вот, клиночек хоть и небольшой, но вполне резучий. Как бы вот такой вот кусочек, не сильно толстый. Ребрышко есть. Сейчас мы аккуратно тоже с ребрышка все это дело срежем. Вот, давайте, наверное, даже мы сразу вот здесь пройдем. Вот так вот. Хочется, чтобы и вам было видно, и мне было удобно. В общем, такая замечательная лошадка. Что-то вот прям захотелось. Вот. Ну, по нарезу я вам уже говорил, вопросов у меня вообще никаких не возникает. Нож при своем клиночке очень резучий, очень хорошо все это дело проходит. Я просто решил, что я сразу вот это все дело обрежу, потом еще побалуюсь тем, что пообрезаю ребрышко, что не смогу обрезать, то обглодаю. Вот есть у меня такая вот слабость. Вот нравится мне с костями, мясо с костей. Снимать, срезать. Ну, в общем, я думаю, я вот это все на камеру не буду дорезать. Мы сейчас лучше аккуратненько это сделаем такой финтушами. Попробуем вот это все дело аккуратно обрезать. Самое-то вот это вот вкусненькое. Ну, вы видите, нож, ну, скажем так, почти как филейник работает, потому что он очень тоненький, в руке сидит, очень-очень удобно. Поэтому, Дмитрию Дмитриевичу огромное спасибо за подарок. Я его очень оценил. Ножом доволен, и он вполне юзабилен, вполне им комфортно можно пользоваться. Вот. Я думаю, что я все-таки, наверное, уже буду закругляться с видео, потому что не могу, я хочу поесть этого мяса, резать тут еще и резать. Поэтому я вот этим красавчиком сейчас все дорежу и с огромным удовольствием налью себе чего-нибудь, приправлю вот это мяско еще чем-нибудь и буду питаться. Поэтому всем спасибо. Пока. Пока.